Денежная компенсация за некачественные БАДы. Чувашские полицейские задержали четырех граждан ближнего зарубежья, которые обещали возмещение за приобретенные биологические добавки. Для поиска доверчивых клиентов злоумышленники организовали в Подмосковье настоящий колл-центр. Звонки оттуда поступали по всей России. Спецоперацию по задержанию злоумышленников, которые еще недавно вольготно проживали в частном доме в Подмосковье, провели сотрудники управления уголовного розыска МВД Почувашии. Среди задержанных четверо граждан ближнего зарубежья. По месту их временного проживания был организован самый настоящий колл-центр. Своих будущих жертв арендаторы искали по телефону среди покупателей биологических добавок. Чем именно занимаются? Можете рассказать поподробнее? Звонки по телефону. Кому? Градио. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов, иностранцы сообщали гражданам, что купленные БАДы были поддельными, и за них положена компенсация. По телефону они заверяли, что суммы им полагаются баснословные, до полумиллиона рублей. Только вот получить их можно было только после уплаты процентов. На уловку попалась жительница Цивильского района, которая перевела в общей сложности 80 тысяч рублей. Звонков в день делал немного, может, один, два. Потому что у меня была основная работа, и особо не требовалось заниматься этим. Количество пострадавших лишь предстоит установить. В ходе обыска были обнаружены тетради с записями, где указаны сотни покупателей биодобавок с номерами телефонов. Здесь же пошаговые инструкции, как общаться и что говорить. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-жинственные мероприятия по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности. Также на предварительном этапе можно уже говорить о том, что география – это вся Россия. То есть потерпевшие проживают не только на территории Чувашской республики, но и за ее пределами. В настоящий момент в отношении двух иностранцев избрана мера пресечения в виде ареста. Их следствие считает основными фигурантови уголовного дела. Еще двоих суд приговорил к административному штрафу и выдворению с последующим запретом на въезд в страну в течение пяти лет.